Всем привет, народ! Занимался я своим проектом и в какой-то момент решил его подзаморозить. Почему решил? Потому что пришло время покупать на него моторы. Как можете видеть, в каком он виде был на тот момент, когда я показывал его вам, в таком же виде остался и сейчас. Пришло время покупать моторы и, глянув на цены, со своей зарплатой я так понял, что я не потянул, по крайней мере сразу. Ну и в общем, моторы хочется тоже не абы какие. Как написал в комментарии МС-дизайн на такого класса станок, моторы без энкодеров ставить не круто. Ну в общем, хочется, чтобы было круто. Поэтому с этим проектом пока пришлось немного повременить. А сегодня я хочу вам показать кое-что другое. Сегодня я вам покажу изготовленную мной ось Z. Взял несколько заказов, пытаюсь заработать себе на мотор. Короче, вот. Готовое уже все законченное изделие. Значит, на направляющих 20-миллиметровых от фирмы ХСАК. Направляющие покупал в ИФЦНЦ. Вот. И много народу просили какой-то отзыв оставить по ним. Ну, скажем так, направляющие, могу сразу сказать, мне не понравились. Но имеется в виду не то, что направляющие, а весь комплект. Потому что сразу же по приходу две каретки я забарковал и обратно отправил в ИФЦНЦ на замену, потому что внутри были квадратные шарики. Вот. Ну я уже не знаю, какие они формы, но, по крайней мере, не круглые. Вот. Я вставлю вам там кусочек, как это было, какое видео я отправил. Поехали ваши каретки и рельсы. В общем, в двух каретках шарики, ну, как минимум, они не круглые. То есть, если послушать звук, каретка при плавном передвижении идет рывочками. То есть, нету плавности хода. То есть, какие-то шарики там неровные, не цилиндрические. Таких каретки две. То есть, вот эта каретка нормальная, она и ходит мягенько, и по звуку слышно. Вот. Вот эта каретка. Вот эта каретка с квадратными шарами. И вот эта каретка с квадратными шарами. Тоже слышно. Также при перемещении неравномерности, то есть, плавности хода нету, двигается рывками. Вот эта каретка тоже есть претензии, но, как бы, это еще пойдет. То есть, там, видимо, один шарик какой-то. Потому что при перемещении примерно вот через вот такое расстояние, где-то, какой-то, как щелчок вроде чувствуется. Но нормально еще. А вот две каретки, как можете слышать, и вот еще одна. Поменяли, в принципе, без проблем. Ну, как, небольшое время это заняло, но, в принципе, не так страшно, но все равно не очень приятно. Но хочу оговориться, то, что фирма ХСАК, это, ну, то, что произошло у меня, это, как бы, возможно, это не относится к самой фирме ХСАК. Почему? Потому что у меня есть какие-то небольшие подозрения по поводу оригинальности этих кареток. По крайней мере, в этой конторе, где я покупал. Вот, в общем, после замены, как бы, прислали. Все, я попросил проверить перед отправкой. Все проверили, все пришло, все нормально. Теперь, как бы, ну, проблем в этом отношении нет. Вот, ходит все нормально, без каких-либо заеданий. Так, все комплектующие вы могли видеть у меня на обзорах в отдельном видео. Вот, вкратце пробежимся. Значит, 20-й направляйки, 450 мм длина, ШВП 1605. Что еще? Муфты здесь, муфты здоровенные. Тоже я их отдельно показывал, эти муфты, но я ее немного проточил, укоротил. Так, значит, по размерам. 450 мм длина общей оси, 175 мм ее ширина. Вот эта площадка 170 на 175. Вот, и, как бы, разговор у нас был с заказчиком о том, что я ему делаю ход оси Z 150-200 мм, ну, то есть, примерно. Здесь ход получился гораздо больше. Мало того, его еще можно увеличить, то есть, можно сделать так, чтобы эта площадка доезжала до прям упора. 275 мм будет ход, но такой ход, как бы, здесь особо не нужен. То есть, если вот эту площадку оставлять такой, как она есть, то есть, ее не удлинять, то в такой длине хода особого смысла нет. Но возможность такая и есть. То есть, если будет необходимость увеличить площадку, например, то получается, что сейчас мешает максимальному ходу, мешают вот эти вот стопорные болты, которые торчат из этих вот муфт. Вот, ну, не знаю, как-то производителям как-то недодумано было. Муфты по диаметру идеально подходят по высоте гайки ШВП, то есть, она по диаметру, она не выступает выше, проходит все прям очень четко. Но вот эти болты, они торчат. Вот так, надеюсь, будет видно. Вот, получается, что вот эти болты, ну, можете видеть на просвет, вот, насколько он торчит. Вот. И, как бы, когда у нас площадка подходит, вот что получается, то есть, болт у нас упирается вот в это вот, в это пронижение под гайку ШВП. Сама муфта проходит без проблем. Ну, не знаю, стачивать болты я не стал. В угоду того, что нет необходимости в таком длинном ходе по оси Z. Вот. Ну, а по месту там уже будет виднее, когда ось уже встанет непосредственно на станок, надо оно или не надо. Так. Весит все это чудо 10 килограмм ровно. Значит, по плитам. Плита D16T снизу 22 миллиметра толщиной, сверху 14 миллиметров толщиной. Все плиты отфрезерованы со всех сторон. То есть, с этой стороны то же самое. Отфрезерованы все. Вот. И под рельсы, получается, под направляющие, под опоры ШВП, и вот на этой плите, под вот эти каретки, все пришавлено. Рельсы установлены и выведены в сотку во всех плоскостях. То есть, и в горизонтальной, ну, и как бы вертикальной, и относительно друг друга. Все я выводил по лекальной линейке. Вот. То есть, не от боков этой самой плиты, а базировался по линейке. То есть, воська такая достаточно точная. Ну, то есть, стремился я, ну, и как бы, вроде как получилось все вывести в сотку. В одну сотую миллиметра. Вставлю я вам ролики, который отправлял заказчику, показывал, насколько ровные рельсы. Так, еще по рельсам. Значит, рельсы покупался один метр. Ну, как бы, меньше, можно было 0,5 метра купить, но меньше градации нету. Ну, и я решил, можно было рельсы здесь покороче сделать в этой стороне. Но, куда этот кусочек потом оставшийся одевать? В общем, я решил их на всю длину пустить. Мало ли, понадобится человеку, может увеличить ход по оси Z. Ну, в общем, получились они у меня по 450 миллиметров и от метра у меня маленький кусочек 10-сантиметровый остался, как образец, оставлю его в себе. Вот. Значит, по рельсам еще, вот момент, видны вот здесь следы побежалости при отрезании болгаркой. Не знаю уж я, чем их отрезают. Ну, я так предполагаю, что, наверное, диском отрезанным очень тонким. Вот. У меня таких нет. Вот, отрезал стандартным диском, там, миллиметра два, он, наверное, с чем-то. Вот. Ну, как бы я ни пытался там аккуратно, потихоньку резать и даже пытался охлаждать, там, подливать и воду, и спирт. В общем, вот, ну, след равномерный, никуда от него не денешься. Вот. Ну, как-то люди режут, как-то режут, так, что ничего, никаких следов не остается. Вот. Либо по минималке. Вот. Надо учиться этому делу. Вот. Ну, что еще сказать? Значит, по ШВП, ШВП, как я уже говорил, 16.05, ШВП я выставляю по винту, то есть, не по опорам, а по винту. Устанавливаю индикатор, то есть, ставлю мастер рельс. Вот. Кстати, да, рельсы я здесь ставил не в бортик, а ставил просто напрямую, на площадку. Вот. Здесь все вот подшабрено под них на всю длину. И под эту, и под эту. Вот. Ставлю сначала, ну, так называемый мастер рельс, то есть, вывожу его по лекальной линейке, а потом от него начинаю плясать, устанавливается. Второй рельс от него вывожу, то есть, чтобы он был идеально параллельно с разницей в сотку. Вот. И, так же выставляется ШВП от этого же мастер рельса. Так вот, ШВП выставляю по винту. То есть, я устанавливаю кончик индикатора прямо вот в желоб вот этого вот, ну, как бы на вивке резьбы. Вот. И, вращая немного винт, туда-сюда нахожу самую-самую дальнюю от индикатора точку. Ну, не важно, самую ближнюю, самую дальнюю, в общем, какую-то мертвую точку нахожу. Вот. Ну, и после этого перекатываю индикатор на другую сторону, к другой опоре и повторяю процедуру. Вот. Таким образом выставляю опоры именно по винту. Если выставлять по опорам, ну, я уже вторую ось собираю и, как бы, уже руку набил и ради интереса проверял. То есть, выставляю по винту, а потом проверяю по опорам. В общем, разница, что было в первый раз была у меня на первой оси была разница в десятку, а на этой оси разница в полторы десятки. То есть, в 15 сотых, если выставлялся бы я по опорам, я бы выставил ось, не ось, а винт ШВП криво на 15 сотых. Вот. А так все, то есть, я от руки вместе с винтом достаточно легко все это дело двигаю. И равномерно самое главное. Пока все на сухую, ничего не смазано. Так, чуть-чуть я в каретке масляница добавлял, но надо пересмазывать перед работой. Здесь отверстия сделаны еще дополнительно. То есть, это отверстие дублируется вот с этими. Вот. Если будет такая необходимость, можно будет сюда сдвинуть гайку. Для чего это нужно? То есть, не всегда бывает удобно, когда у вас здесь будет стоять хомут, к примеру, да, вот так будет стоять хомут от шпинделя. Ну и как раз он здесь вот попадает в крепление отверстий. Но его надо будет, это хомут от другой, от другого заказа, я просто для примера. То есть, его нужно будет по месту, значит, устанавливать, прям сверлить, и просверлив отверстие в хомуте, сделается отметка вот в этой плите. Плита 14-миллиметровая, то есть, там мяса вполне достаточно, чтобы прикрутить этот хомут. Так вот, устанавливая хомут, болты остаются, ну, как бы, замороженными под ним, да, то есть, они утоплены. Вот, поэтому я делаю еще вот такую дополнительную вариацию, чтобы, если будет такая необходимость, болты можно было закрепить снаружи. То есть, гайка в этом случае сдвигается, уменьшается при этом ход по оси, то есть, гайка будет сюда упираться, но в данном случае он не уменьшится, потому что гайка, она как раз-таки вот эта муфта не дает. То есть, если сюда передвинуть крепление гайки, саму гайку, то вот эта площадка просто до конца не будет доезжать, но она и сейчас не доезжает. То есть, разницы нет. Как вариант, то есть, плита эта остается нетронутой, как бы на ней ничего особо больше-то и не крепится, вот, поэтому, почему бы и не сделать еще альтернативный вариант крепления гайки ШВП. Так, что еще? Вот эта площадочка, тоже она отфрезерована, здесь сделана, кстати, да, будет крепление, это сделано под Немо 34, вот, то есть, под 86-миллиметровый мотор, под огроменный, вот, ну, и, в общем, пришлось ее немножечко вот так вот выносить, она не вровень, она немножко вот здесь с вылетом, потому что фланец у мотора выйдет вот как раз вровень, вот сюда, вот в этом месте. Самого мотора у меня нету, вот, поэтому пришлось по чертежам просто выводить и фрезеровать, а выставлял я ее, чтобы выставить, вот, сделал такую вот направляющую, из-за брала наточного по-быстрому, вот эта пипка на 14 миллиметров диаметром, это будет как бы вал мотора, а само тело, оно вот как раз под вот это отверстие, там оно 40, 40, 40, не помню сколько, врать не буду, не важно, в общем, подходит оно сюда очень плотно, и вот таким образом оно вставляется, и у нас автоматическая центровка, то есть люфта в ней нету, вот, отцентровали, и можно закрепить пластину, не имея мотора, здесь будет подвал, 14 миллиметров отверстия, и вот как раз вот этой пипкой она вставляется туда, вот, в общем, в любом случае, крепится на двух болтах, там отверстие немного побольше рассверлено для люстировки, в любом случае, можно будет при установке мотора отпустить их, поставить мотор, вот, и автоматически выровнять все это дело. Планка сделана специально не симметрично, то есть, это заведомо, здесь вот есть уголочек с отверстием, отверстие, это подразумевается под установку вот такого вот датчика, внутри я нарезал резьбу, на всякий случай, вот, то есть, удобнее этот датчик, когда он просто вставляется сквозь отверстие, вот, а не вворачивается, потому что потом уже, когда провод припаян, юстировать будет неудобно, если какие-то понадобятся передвижения, но если делать вот эту площадку, чтобы она доезжала до самого конца, вот, у датчика есть вот такая пипка, вот, и если его установить, чтобы вот здесь была гайка, вот с этой стороны площадки, то, ну, плита до конца не доедет, вот, а таким образом, вернув его, сам датчик, резьба здесь 12, шаг 1, вот, вернув его, его можно вернуть так, чтобы он был прям вровень, вот с этой вот, плитой. Я надеюсь, видно, вот практически один в один, тогда плита может подъезжать очень плотно, но, по большому счету, если это будет не нужно, то можно будет просто взять отверстие, рассверлить на больший диаметр, на 12,5, на 13, вот, ну, и как бы, крепить его классическим способом, зажимая двумя гайками, которые идут в комплекте, с датчиком, вот этими. Вот и все, просто как вариант, то есть, когда, если резьба не будет нужна, то рассверлить ее не составит никакого труда, на месте уже, по месту. Муфты по муфтам, ну, муфты я показывал, муфты здоровенные, вот, в общем, ну, такие достаточно мощные, они трехзубовые, вот, обычно двухзубовые, которые маленькие, а у этих по три зуба. все, в принципе, неплохо, но габарит, габарит огромный, реально, вот, поэтому пришлось, я вот здесь чуть-чуть ее проточил, миллиметр, миллиметр, наверное, на четыре, то есть, я ее чуть укоротил, вот, чтобы мне вот эту площадку высоко не поднимать. Вот, немного ее укоротил, вот, все аккуратненько сделал, фасочку снял, все красиво, в принципе, если не заглядывать, даже и не видно, вот, ну, и получается, что все вроде как аккуратно, все подходит друг к другу, достаточно неплохо. Вот, в общем, если есть кому-то необходимость в таких вещах, можете обращаться, могу сделать под заказ, вот, в общем, по заказам, по ценам, все обсуждаем на моей страничке ВКонтакте, пишите личными сообщениями, посчитаю, озвучу стоимость. На этом сегодня все, наверное, ну да, вот еще как раз будет на канале, как анонс небольшой. Вот еще одна ось готовится, чуть-чуть попроще, на круглых направляющих, также, вот, скоро, ну, пока она только-только в стадии начала самого, вот, ну, а также скоро покажу вам лазер, который уже практически доделал, классный очень станок получился, так что подписывайтесь, будет интересно. Все на этом, всем спасибо, всем пока-пока.